Друзья, всем привет! Отвечаю на вопрос Артура. Анзор, привет! Я смотрел видео, как вы искали дом в Паттайе за 30 тысяч. Вы его нашли. В следующем году думаем поехать в Паттайю на месяц. Думаю, снять дом. Получится ли у нас за 30-40 тысяч снять дом с бассейна? Или, может, вы были на Пукете? Там возможно такое? Как с ценами на Пукете? В общем, на Пукете, сейчас я с самого начала начну с первого вопроса, за 30 тысяч. Вот этот дом, который мы искали на том видео, Артур, мы его не нашли за 30 тысяч. Но мы его не нашли, потому что за 30 тысяч не было дома в том месте, которое нам нужно. Ну, в этом месте. То есть это, скажем так, Паттайя, чтобы не слишком далеко от центра Паттайи, если так говорить, от набережной Паттайи. Вот. Но за 30 тысяч, за 20 тысяч и, естественно, за 40 тысяч дома найти можно. Просто все зависит немножко от расстояния. Естественно, также вопрос зависит от времени года, когда вы туда приедете. То есть, допустим, если январь, февраль, я насколько понимаю, да, январь-февраль же это самые такие, говорите. Да, январь-февраль, в общем, вот эти месяцы, зимние месяцы, они самые туристические месяцы. И из-за этого, естественно, спрос большой и как бы меньше, меньше, сложнее искать эти дома. Но эти дома есть. Они есть 100%. Почему? Потому что огромное количество людей, которые снимают и за 10, ну, не за 10, и за 15 тысяч, и за 20 тысяч, и за 30 тысяч. То есть они живут, снимают и проблем нету. Проблема только в том, что их надо искать. Также еще такая вещь. Чем больше срок ты снимаешь, допустим, есть люди, которые даже за 12 тысяч даже снимали там дома. Я помню, я думаю, что даже и за 10 там есть. Они снимали, но они снимают на год, на два. То есть из-за этого, естественно, цена такая есть, которая снимает вот за те же за 20 тысяч, за 30 тысяч и за 40 тысяч. То есть просто надо ездить, если вы видели это видео, как берешь мотобайк тот же, на том же мотобайке, или же пешком просто прогуливаешься. Естественно, на мотоцикле это удобнее, но если на мотобайке нет, то можно пешком на том же тук-туке проезжаешь с одного места, другое. Еще одна вещь такая есть, то, что цены эти просто реально нужно смотреть. Я почему это говорю? Потому что иногда бывает такая ситуация, ты приезжаешь, допустим, говорят, вот хороший дом, хорошая квартира, или хорошая вилла, или хороший дом. Приезжаешь, смотришь. Стоит, допустим, 20 тысяч. Смотришь, 20 тысяч стоит. Окей, окей. Нет, а так как ты пока еще не знаешь, ты не можешь с чем-то сравнить. Потом ты раз смотришь, что за 15 тысяч оказывается намного лучше, намного красивее, намного эффектнее дом с тем же бассейном, допустим. Иногда, конечно, бассейны бывают не в доме, а бассейны бывают в общем. То есть, допустим, которые мы сняли, сколько стоило он? 18 тысяч или 15 тысяч? 15. 15. Вот, за 15 тысяч мы сняли в этом отеле. Но этот отель был очень красивый. Там, во-первых, бассейн был красивый, сама комната, место, где мы живем красиво. То есть, все чисто, аккуратно, все красиво. И там жить было очень приятно. Я уже не говорю о том, что уборка у тебя постоянно идет, два раза в неделю уборка, два раза или три раза, сколько она была, два раза в неделю уборка была. И такое жилье, вот именно такое жилье, которое мы сняли за 15 тысяч, мы когда искали до этого, меньше, чем за 25 тысяч не было. То есть, мы уже как бы, наступил такой момент, когда мы уже как бы свыклись, думаем, ну ладно, сейчас за 25 тысяч, там за 20 тысяч пойдем какое-то такое. И потом раз, как бы почти, можно сказать, случайно, просто едем на том же мотобайке ехали, раз смотрим, опять встается что-то. Заезжаем, кружимся, кружимся, попадаем в этот отель и понимаем, что то, что мы смотрели за 25, за 30 тысяч, оно близко не годится тем, что здесь есть за 15 тысяч. То есть, вот такие вот вещи там реально происходят. Так, сейчас... Можно еще добавить? Да-да-да, говори, конечно. В основном, внутри улицы, то есть, если, например, улица идет какая-то большая, главная, широкая, по ней может быть дороже, а если чуть-чуть внутрь ты заезжаешь, как бы, в двор, и там что-то есть, какие-то отели или дома, то они в основном идут дешевле. Да-да, все правильно. Естественно, Артур, как вы понимаете, самая главная улица – это набережная. Чем ближе к набережной, тем дороже. За 30 тысяч, что на набережной, вот на этой, в Паттайе самой, там, естественно, я не думаю, что будет. Там даже домов нету, да. Но туда дальше, в сторону этого... Сукфуми, да. Джомтьен, да. Да, в ту сторону. Это почти одна и та же, как бы, тема, там больше района цен нет. Вот чем дальше туда едешь, тем они стоят дешевле, и там можно и за 20 тысяч найти, и за 30 тысяч, и за 40, естественно, тысяч можно найти. Главное, просто искать надо. Потом... В Пукете. Насчет Пукета. Пукет... В Пукете дороже вообще все. В Пукете дороже, немного дороже, но в Пукете и разница в том, что в Пукете какой-то уровень более такой, как сказать, более европейский. Когда ты живешь в Пукете, такое ощущение, что, по крайней мере, у меня такое ощущение возникло, и у людей, которых я спрашиваю, такое ощущение, что ты как бы... Он более европезирован, более такой... Для человека, который живет в Европе, он более нормальный, скажем так. Вот это Паттайя, грязь, какой-то такой, какой-то непонятный такой. А Пукет, и, во-первых, Пукет еще красивее, намного красивее в плане природы. То есть вот эти места очень красивые, там леса, джунгли разные, эти все места очень красивые, водопады, все такие вещи. Ну и на Пукете дороже, да. За те же 30 тысяч, за 40 тысяч, конечно, можно найти. В принципе, и дом можно найти, и отель можно найти. Ну, дом сложнее, естественно, да, но жилье, жилье на двоих человек, на троих человек, там, если у вас дети, я не знаю, как вы едете, на четырех человек. То есть можно за эти деньги нормальное, более-менее нормальное жилье найти, не убитое какое-то, где можно, в общем, нормально жить. Такие дела. Так, вроде бы все. Сейчас еще раз проверю. Все ответил я, нет? Вроде все ответил. Как сказал, берите байк, и на байке удобнее всего искать. Байк брать, это стоит, там, месяц 100 долларов, как это стоит. 100 долларов стоит байк. Если не хотите рисковать своими правами или своими документами, берите какие-нибудь старые документы, даже старые, если вы паспорт советский возьмете, вы можете на него взять байк. Это я к чему говорю, есть просто люди, которые боятся брать байк, говорят, что там, если починят, ну, разобьется, потом огромные штрафы проходят, и такие вещи. Это не совсем соответствует действительности, но если хотите подстраховаться, чтобы никаких проблем не было, просто можете какие-нибудь документы любые брать, и все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию, и спасибо, что смотрите Анзор ТВ.